Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы, если они, конечно же, есть в секции с комментариями, и не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы проводим колоссальную работу, чтобы дать вам больше информации, необходимой для принятия торговых решений. И очень надеемся на то, что эту информацию вы используете. Если есть потребность оставить обратную связь, фидбэк, обязательно делайте это либо через ваших персональных менеджеров, либо просто комментируя посты. Все ваши апдейты и, соответственно, ваш фидбэк не остаются без внимания. Ну что, к повестке текущего экономического календаря. Сегодня у нас очень много данных по странам ЕС и в целом валютному блоку. Речь идет об индексах производственной активности. Я бы не сказал то, что эта статистика точно сможет очень сильно повлиять на динамику евро, но напоминаю, что каждый значимый релиз по европейской экономике позволяет нам сформировать более ясную, четкую картину реального положения дел в странах ЕС, в еврозоне. И если вы помните, а я надеюсь, вы помните, особенно тех, кто следят за моим аналитическим контентом, я рассматривал долгое время и продолжаю это делать, пару евро-долларов с точки зрения продаж. Не верю я в рост главного валютного риска на фоне того, что очень сильно верю в рост американского доллара. Да и в целом общее состояние стран ЕС мне дает массу доказать того, что вот эти понятия, как рецессия, стокфляция, это ведь все понятия, которые взяты не на пустом месте. Это явный подтвержденный факт слабости всей экономики ЕС и причина, почему европейская валюта, если оценить дневной и даже недельный таймфрейм, уже давно находится под давлением. Будет ли паритетное значение по паре евро-доллары, это сейчас преждевременный вопрос, потому что все-таки еще больше полтысячи пунктов до этого значения. Но если бы вы прям задали мне его вот так, как есть, будет ли паритет или нет, я бы сказал с большей долей вероятности, что возможно будет. И потенциально это может произойти очень скоро. Все зависит от того, как быстро пара евро-доллар сможет закрепиться ниже отметки 1,0350. Более важное событие сегодняшнего дня это не европейская статистика, а второй день выступления Паула в Конгрессе перед палатой представителей. Как отметил один из самых популярных американских ведущих Крамер, что сегодня есть возможность снова перезарядить ружье, которое предполагает выстрел в сторону трендового движения на укрепление доллара. Вчера, опять же, у нас был заряд. Мы ждали, что выступление Паула перед Сенатом сможет стать катализатором роста доллара, но реакция оказалась вялой. Поэтому сегодня вместе с Крамером опять же перезаряжаем это ружье и ждем еще один день выступления Паула. Надеемся, что в этот раз реакция рынка будет более правильной, что ли, предсказуемой и обоснованной с точки зрения ранее обозначенных вот этих фундаментальных ожиданий. По поводу доллара и индекса американской валюты 103,88. Сейчас значение в принципе те же самые уровни, что были в начале недели. Напомню, что неделю назад ФРС настолько сильно испугался инфляцией, что повысило процентную ставку на 75 базисных пунктов. Инфляция действительно вызывает сейчас только лишь ужас, потому что фактическая цифра 8,6 процента. Это максимум за 40 лет. Причем, вроде бы как, ФРС еще месяц назад говорил нам о том, что пик инфляции пройден. Это тогда, когда индекс потребительских цен находился на отметке 80,5 процентов. По прошествии месяца мы видим, то, что ситуация только лишь ухудшилась и сейчас ФРС признает, что очень сильно ошибался, когда недооценивал риск роста инфляционного давления. Конечно же, инфляция, скорее всего, продолжит расти, потому что, как ни крути, ФРС не может творить чудеса. ФРС, повышая процентные ставки, не может снизить цены на топливо и продовольственные товары. Поэтому, друзья, единственное, что ему остается делать, это просто реагировать, рефиксировать, опять же, на ситуацию с ценовой конъюнктурой и попробовать сделать все по максимуму, что зависит от него, чтобы хотя бы замедлить этот рост. Поэтому мы с вами настроены уже долгое время на ужесточение монетарной политики. Кстати говоря, очень интересный факт и нюанс. Я только что привел вам цифры по инфляции 8,6%. Это цифры, которые мы видим и которые были получены по методологии расчетов по формуле, которые действуют буквально несколько лет. Если бы, например, считалось по формуле 90-х годов, то сейчас показатель инфляции был бы уже выше 15%. Мне почему-то больше верится в цифры 15%. Поэтому я вам, друзья, еще раз подчеркиваю тот факт, что американский регулятор будет обязан повышать процентные ставки. Отсюда такая вера в рост американского доллара. Кстати говоря, во время вчерашнего выступления можно было, Паула в Конгрессе, можно было проследить сигналы, его намеки на готовность к более агрессивному повышению ставок. Кто знает, может быть, речь пойдет уже в июле на заседание повышения ставки не на 75 байсных понтов, а на 1%. Как бы то ни было, вектор роста ставок он сохраняется. Я держу длинные позиции по индексу доллара, жду новые многолетние максимумы. Надеюсь, что вы придерживаетесь такой же точки зрения. Доллар иена 135.44 немного откатили, хотя протоколы Банка Японии, которые вышли накануне, подтвердили приверженность Банка Японии исключительно мягкой монетарной политики. То есть отрицательным ставкам, программе количественного смягчения, которая проводится в неограниченных объемах. Некоторые представители Банка Японии все же проголосовали за то, что нужно тоже ужесточать политику, чтобы не повторять ошибок Федрезерва, который поздно начал это делать. Но их было меньшинство. И, скажем так, после дискуссии, обсуждения, единая позиция следующая, что Банк Японии, прежде всего на текущем этапе, должен заботиться о темпах экономического роста, о стимулировании экономики и в меньшей степени думать об инфляции и обменном на курсе. Это значит, друзья, то, что если Банк Японии не ведет двойной игры и на самом деле дает нам одно, а делает другое, то не стоит рассчитывать на какие-то и ожидать валютные интервенции. Это значит то, что пара доллар-иена, которая росла, скорее всего, и продолжит расти. Поэтому все остаются наши цели в районе 137-138 пунктов. Рынок нефти 109,56. Как раз коррекция ниже 110 долларов за баррель дала нам возможность купить подешевле. Я этой возможностью воспользовался. Очень не хочется, конечно же, ошибиться, но я думаю, что при текущем фундаменте по-прежнему куда больше факторов для роста рынка нефти. Почему рынок просел? Связывают все вот это снижение с намерением, уже реализовавшимся, по сути, Джо Байдена, отменить федеральный налог на топливо, на бензин, на дизельное топливо, чтобы сбросить цены с пиковых значений, немножко снизить давление на потребителей из-за высоких цен. Но я был удивлен тому, что рынок так сильно отреагировал на эту новость, потому что речь идет о федеральном налоге, который фактически подразумевал и дает возможность сэкономить несколько центов с каждого литра. Но если прям совсем округлить и взять общую скидку на бензин, на дизельное топливо, на другие сорта углеводородов непосредственно топлива, то в лучшем случае потребители смогут сэкономить максимум от 2 до 3 процентов от каждой заправки. Это ничтожно мало, учитывая, что цены на бензинное топливо, дизельное топливо остаются на исторических максимумах. Поэтому вряд ли это сильно решит проблему с дефицитом предложения, вряд ли это сильно решит и вообще как-то проблему с высокими ценами. Отсюда я делаю простой вывод, что по-прежнему нужно фокусироваться на явном соотношении спроса и предложения о дисбалансе от того, что спрос по-прежнему превышает предложение. По другим финансовым активам европейского валюта против доллара по-прежнему я в шорте и, собственно, рекомендую вам рассматривать короткие позиции. Американский фондовый рынок 3760 пунктов ждем движения ниже. Сити вчера сообщили о том, что переоценили заново шансы на сползание мировой экономики в рецессии. Сейчас оценивают эту вероятность в 50 процентов. Напомню, что еще месяц назад эта вероятность была ниже 30 процентов. Доллар канадец 1,2951 рассчитывал на то, что вчерашний отчет по инфляции сможет привести к снижению курса канадского доллара. Но в целом особая ситуация не изменилась. Консолидируется пара в районе отметки 1,2950. И поскольку на двух отчетах по розничным продажам и по инфляции нам не удалось отправить пару доллар-канадец выше уровня 1,30, я предлагаю вам, друзья, уже не испытывать удачи, тогда ставить в покое этот дуэт финансовых активов и сфокусироваться на нефти, индексе доллара, долларе японской иен, европейской валюте, американском фондовом рынке. И кому интересно, еще рынки криптовалют, которые я также рассматриваю с точки зрения медвежьего сценария, поскольку ожидаю еще более низкие ценовые значения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!